Добрый вечер! В эфире «Энергия удачи» на Рико ТВ. Мы рады приветствовать вас в это воскресенье на календаре 24 июня. Еще чуть-чуть осталось времени для того, чтобы отдохнуть. Июль-Август впереди, позагорать и, конечно же, понаслаждаться летними деньками. Проект «Энергия удачи» сегодня вместе со мной ведет данную программу. Очаровательная девушка, она является менеджером торгового дома «Энергия». Я зовут Салтанат. Салтанат, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, как проводишь-то лето? Отлично, спасибо. Уже искупалась? Ну, видно, еще не подзагорела. Надо подзагореть. Любишь загорать? Люблю. Ну что ж, друзья, мы желаем вам всем прекрасного лета. И буквально через несколько секунд познакомим с нашими сегодняшними участниками. Участниками проекта «Энергия удачи». Хорошего вам настроения и будьте с нами. Живите на красно-белой стороне. Торговый дом «Энергия» желает вам прекрасного воскресного вечера. Это «Энергия удачи» на Рико ТВ. Ну вот все-таки какое любимое время года твое, Салтанат? Ну, лето, скорее всего, лето. Ну, многие лето не любят. Знаешь почему? Потому что говорят, пыль, очень сильно жарко, хочется постоянно пить. И некоторые любят весну, некоторые осень, а некоторые даже и зиму. Я даже не знаю, никогда не задумывалась, какое время года я люблю. Знаешь почему? Почему? Потому что не знаю. Но я думаю, что нам ответят, какое их любимое время года наши сегодняшние участники. Под аплодисментами мы приветствуем наши студии. А что мы не аплодируем, участники, да? Добрый вечер, давайте знакомиться. Видимо, зажарились летними деньками. Давайте знакомиться с первой участницей нашей. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Полина, мне 12 лет. Я учусь в 25-й школе. Что любите, Полина, делать, вот скажите? Рисовать. Рисовать. Хожу уже 5 лет на вокал. То есть вы еще и поете? Да. А любимая песня есть? Нет. Нет? Ну, любимый исполнитель, вот, например. А вы хорошо знаете детские песни? Ну, не так сильно. Не так сильно. Но есть любимое увлечение? Любимое увлечение? Рисовать. Рисовать. Натюрморты, портреты, что? Рисунки. Просто рисунки. Комиксы пробовали рисовать? Полин, а есть у тебя любимое время года? У меня любимое время года – это лето. Лето. Почему? Ну, потому что жарко, потому что можно погулять. Во-первых, потому что нет и школы. Я понял, что вы любите делать. Вы любите просто гулять, наверное. Да. Да? А у вас есть домашнее животное, я думаю. Кот. Кот. Как его зовут? Марсель. Марсель. Название вы ему дали, имя? Да. Да? Ну, хорошо. Или кличку, как хотите, как вам удобно. Наша вторая участница, расскажите о себе. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Виолетта. Я перехожу в 8 класс, учусь в 9 школе гимназии. Я хожу в художественной лицеи города Ак-Тубе, а также люблю заниматься бисероплетением. Бисероплетением. То есть вы фенечки различные делаете, да, заколочки. Да. Здорово. Покажете нам свои работы, нет? Не принесли. Ну, у нас программа не поле чудес, здесь не надо пончики, компоты приносить, картошку жареную и так далее. Давайте знакомиться с вами. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут София, мне 11 лет. Я учусь в школе гимназии номер 17, заканчиваю 6 класс. Ой, ты молодец-то какая, с каким удовольствием. Уже закончила 6 класс, получается, у нас же 24 число сегодня. Вы у нас, значит, планируете кем стать в будущем? Артисткой. Артисткой? Вы хотите петь, танцевать, что вы будете делать? И петь, и сниматься в фильмах. Вау, вы хотите быть актрисой. Асалтна, ты мечтала быть актрисой тогда? Нет, скорее певицей. Слушай, а мне бы показалось, что ты бы хорошо смотрелась эстрадной певицей. Спасибо большое. Это было бы здорово. Ну что ж, под аплодисменты добро пожаловать в наше шоу. И давайте узнаем о темах сегодняшнего эфира. А далее мы с Альтнат расскажем вам о правилах игры. Внимание на экран. Сегодня мы с вами будем отвечать правильно на вопросы по следующим темам. Это животные, сказочные персонажи. Тема спорта. Тема кошек. Вот почему я у вас спросил, Полина. У вас есть кот Марсель. Музыка вокруг нас. Здесь мы собрали песни из детских кинофильмов, либо из мультфильмов. И окружающий мир. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Главное в нашей программе не выкрикивать и отвечать по выбранной теме правильно на заданный вопрос. Если вы ошибаетесь, то переход хода к другому участнику. Например, если Полина не может ответить на заданный вопрос, то отвечает Виолетта. Если Виолетта не ответила, то отвечает София. Если София не ответила, то мы с Альтанат оглашаем правильный ответ. У нас в программе может быть только один победитель. И мы не вправе уговаривать его принять участие в суперигре. Главный приз – это 10 тысяч тенге от торгового дома «Энергия». За короткое время вы можете заработать собственным умом и своей интуицией эти деньги. Главное – скорость и правильный ответ. Договорились? Да. Итак, Полина, начинаем с вас. Вы у нас сегодня первая. Выбирайте тему, которая вам близка. Давайте кошки. Давайте кошки. Итак, вопрос. Согласно народным приметам, что должно произойти, если кошка умывается? Ждите гостей. Виолетта. Правильно, придут гости. Мы вас поздравляем. Первый денежный приз сегодня у вас в кармане. Выбирайте. В мире животных. В мире животных. Итак, или животные просто, да? Лесной телеграфист. Кто это? Дятел. Дятел. Молодец. Правильно ответила у нас София. И значит, что вы выбираете? Спорт. Спорт. Внимание, вопрос. Что изображено на олимпийском флаге? Пять колец. Кольца. Кольца. Правильно. Первая у нас нажала Виолетта, хотя София выкрикнула. Но лампочка загорелась у Виолетты. Не расстраивайтесь, София, все впереди. Полиночка. Ну-ка, ну-ка, быстренько, быстренько. Давайте, давайте. Что такое? Что случилось? Ничего. Ничего? Все в порядке? Догоняйте девчонок. Давайте. Выбирайте. Спорт. Спорт. Смотрите, они прям уже руки держат на пульсе. Молодцы. Итак, что изображено, мы уже сказали. А как называется сооружение для проведения... Арена. Спортивных соревнований. Нет. Стадион. Стадион. Исправила свой ответ София. Верно. Башхот. Сказочные персонажи. У вас какой любимый сказочный персонаж? Золушка. Золушка. А у вас, Виолетта? Принцесса Бель. Принцесса Бель? Красавица-чудовище. Ага, даже так. А у Полины? Карлсон. Карлсон? Отлично. Браво. Давайте поаплодируем за всех сказочных героев. И наш вопрос. Чип и Дейл были этими животными. Бурундуки. Кто? Бурундуки. Нет, они были белками. Или бурундуками. Бурундуки. Совершенно верно. Бурундуки. Да. Выбирайте. Животные. Животные. Внимание, вопрос. Речной житель и с усами. Сом. Сом. Надо нажать на кнопку «да», это действительно сом. Выбирайте. Давайте кошки. Кошки. Итак, кот, который постоянно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я вас могу запутать. Кот, который постоянно носил черные очки сказки Буратино. Базилио. Кот Базилио. Браво, это действительно правильный ответ Виолетта Давайте кошки Кошки, кого из дикой природы можно назвать самой большой кошкой? Тигр Правильно, тигр, ваш ход Давайте окружающий мир Окружающий мир, ну дайте вам Полиночке-то ответить Девчонки Что такое, вы не хотите или у вас не получается? Не то чтобы Да, ну ладно, хорошо Так, животный мир Окружающий мир В народе этот цветок называют цветком солнца Подсолнув Правильно, подсолнув, дальше Окружающий мир Окружающий мир, внимание, вопрос Какую птицу принято считать символом мудрости? Сова Первая была Виолетта, сова, да Что? Выбирайте Давайте сказочные персонажи Сказочные персонажи, внимание, вопрос Он является действующим лицом Гоффмана, рассказывающим о мышинном короле Щелкунчик Нет, совершенно правильно, да Ваш ход Кошки Вопрос, связанный с темой кошки Кого, как зовут кота, постоянно охочущегося на коту Джерри Том Нет, правильно, Том Выбирайте Животные Животные Животные, внимание, вопрос На крайнем севере, внимательно слушайте, только после отвечаем на вопрос Это животное с рогами впрягают в сань Олень Правильно Полина не успела чуть-чуть, олень, да Сказочные персонажи Сказочные персонажи Итак Кустарник с душистыми, белыми цветами Давший имя героине мультфильма Аладдин Жасмин Правильно Жасмин Ваш ход Давайте Животные Животные Итак Им кусается пчела Жал Да Ваш ход Кошки Кошки Вопрос В какой стране кошка является священным животным? Египет Ну, сразу, это легкий вопрос, да В Египте Ваш ход Сказочные персонажи Сказочные персонажи Итак Маленький песик Путешествовавший вместе со своей хозяйкой Эли В вынесенном урагане дом Татошка Татошка, правильно, Ваш ход Животные Животные, внимание Слушаем вопрос Ленивый мишка Живущий в Австралии Имеющий сумку, как у кенгуру Куала Куала, правильно Ваш ход Окружающий мир Окружающий мир Какая птица круглый год ходит во фраке? Пингвин Пингвин Виолетта увереннее Да, легкий очень вопрос сегодня Ваш ход Окружающий мир Окружающий мир, внимание Трава, которая сжется Крапива Да, крапива Сказочный персонаж Сказочный персонаж Как вы быстро это все делаете Сказочные персонажи Джин из бутылки Кто это? Хатабыч Хатабыч, правильно Старик Хатабыч Ваш ход Кошки Кошки Внимание Итак Где жил самый знаменитый кот Из произведения Александра Сергеевича Пушкина Вы не дослушали Прочитайте нам стихотворение У лукоморья дуб зеленый Золотая цепь Золотая цепь над дубитом Идем в ночь Кот ученый Все ходит По цепи Кругом Правильно Пашкот Окружающий мир Окружающий мир Внимание, вопрос Какая Лесная птица Считается самой болтливой? Сорока Сорока, да Верно Окружающий мир Тема у нас закрыта Друзья Остается Пять тем Это животные Сказочные персонажи Спорт, кошки И музыка вокруг нас Вот эти пять тем У нас остались Если мы будем Не отвечать Или отвечать правильно На вопросы То соответственно Тему будем закрывать Давайте Музыка вокруг нас Музыка Итак, звучит композиция Ваша задача Угадать, что это за Песня Итак Что же это за песня Друзья мои Три, четыре, два, один Мы объявляем Где водятся волшебники Итак, Полина Переход хода к вам Выбирайте тему Сказочные персонажи Сказочные персонажи Внимание Вопрос Итак Он побывал в стране Лилипутов И великанов Ваш ответ Гулливер Гулливер Совершенно верно Ваш ход Кошки Кошки Внимание Кот, который мы уже говорили Про Базилио И еще один вопрос В какой стране кошка была Тоже проходили И я вас уверяю Что эта тема Тоже у нас закрыта Значит мы не сможем Задать вам вопрос По этой теме Сказочные персонажи Сказочные персонажи Имя змеи Из книги Гарри Поттер И Тайная комната Василис Молодец, Полина Это действительно Правильный ответ Выбирайте тема Сказочные герои У нас закрыта Остается Животные Спорт и музыка Вокруг нас Животные Кого? Животные 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 выбираем тему Итак Вопрос На эту тему Зубастая хищница С которой в море Лучше не встречаться Акула Правильно Акула И друзья Тема животных У нас тоже закрыта Полина Выбирайте Есть у вас Вы прям Дальний старт В программе Спорт Спорт Внимание Вопрос Итак Игра с шайбой На льду Что это такое? Хоккей Хоккей Браво Выбирайте тему Музыка вокруг нас Музыка вокруг нас Ну что ж Очень популярная композиция И тоже из детского мультфильма И даже есть кинофильм На эту песню Внимание Слушаем Жил поэт Волшебник Слова Вдохновенный Рифмоплет Рифмовал он Что попал Итак Есть варианты Есть варианты у вас Девочки София Василиса Полина 33 коровы Верно Отвечает у нас София И мы Дорогие друзья Заканчиваем Первый тур Нашей программы И конечно же Сейчас узнаем Кто возможно Будет участвовать В супер игре И выиграет Главный приз 10 тысяч Тенге Проспект Сан-Кибай-Батыра 72 Красный Торговый дом Салтанат Начинаем считать Энергия Удача Полторы тысячи Тенге Аплодисменты Виолетта Сегодня у нас Заработала Шесть с половиной Тысяч Тенге Браво И София У нас сегодня Заработала Шесть тысяч Тенге Браво Поздравляем И по правилам Только один Может участвовать Супер игре Сегодня Наибольшее количество Баллов Набрала У нас Виолетта Виолетта Готовы ли вы Шесть с половиной Тысяч Тенге Увеличить До десяти Наверное Да Но имейте ввиду Если вы неверно Ответите на супер Вопрос Ваша сумма Вся сгорит Из нашей студии Вы уйдете без ничего У Полины И у Софии Уже есть Заработанные деньги Играем Или нет Все зависит от вас Играем Вы рискуете Итак Полина и София Я попрошу выбрать Одну тему По которой мы зададим Вопрос Виолетте Если она верно Ответит То получит Главный приз Десять тысяч Тенге Если нет То ничего Не выиграет Внимание На экран Мы посмотрим Оставшиеся темы Это спорт И музыка Вокруг нас София Какую тему Вы выбираете Спорт Спорт А вы Тоже спорт Обоюдно Выбрали тему Итак У вас будет Ровно одна минута Подумать Если она вам понадобится Во что Одеваются Каратисты Имейте ввиду Если вы сейчас Неверно Ответите Виолетта Вы ничего Не выиграете Хотя В первом туре Вы Не подсказываете Девочки Не подсказываете Не подсказываете Кимоно Вы уверены Вы не поторопились С ответом Потому что Вы можете Ничего и не выиграть Сейчас Я уверена Виолетта На ваших глазах Видно волнение В ваших глазах Вы точно думаете Что Может быть Это Не то Итак Вопрос Супер игры Во что Одеваются Каратисты У вас Есть Время Итак Во что Одеваются Каратисты Итак Так 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 Прозвучал Гонг Ваш Ответ Сейчас Либо Вообще Ничего Либо 10 тысяч Мой ответ Кимоно Окончайте Да Я Вынужден Вас разочаровать Они Одеваются Действительно В кимоно Ура Мы вас Поздравляем 10 тысяч С деньги Вы получаете Сегодня Полина София Не расстраивайтесь Это игра И здесь Главное Участие Я думаю Что Каждый Из вас Сегодня Проверил Свои знания Если Нет То Мы Обязательно Встретимся В других Выпусках Программы Энергия Удачи Я вас Поздравляю Всех С выигрышами Потому что Каждый Из вас Хоть Что-то Сегодня Заработал Мы Дорогие Друзья Увидимся С вами Уже 1 июля На телеканале Рико ТВ И в социальных Сетях Желаем Вам ТВ Сетях Дорогие Дорогие Продолжение следует...